Привет! Решил поговорить на такую тему, как то, что руководство «Спартака» – это самое уникальное руководство в российской премьер-лиге. Я докажу, что там работают настоящие профессионалы своего дела, которые знают подход к тренеру, к футболистам, к селекционерам и к другим работникам клуба, руководства из Лукойла. Там истинно люди знающие, кого уволить, с кем продлить контракт, кого оставить. То есть тут, знаете, ребят, всё, как говорится, у них на карандаше у руководства. Начнём с того, что у них работает там в команде Артём Ребров. Он работает, но никто не знает его функциональные обязанности. Держат его за былые заслуги и держат, наверное, не зря. Хотя при этом никто не знает, за что его держат. Да, он там был третьим вратарем «Спартака», там несколько матчей в основе провёл. Ну, значит, он считается легендой клуба. Легенда такая, что вратарь дырявый, ну и руководитель сейчас непонятно какой. Вот так вот, ребят. И, как говорится, и смех, и грех. Ладно, продолжим дальше. Помимо Артёма Реброва, ещё футболистов много у нас в профессиональных клубе. То есть, возьмём того же Павлика Маслова. Человек провёл целую одну игру в чемпионате страны, но при этом с ним автоматически продлили контракт. Ну, вот как вы бы продлили контракт с футболистом, если он за 20 туров провёл одну игру и ту неполную? Вы продлили бы, но руководство «Спартака» в него верит. Верит. Надеется, что человек оправдает их ожидания. И при этом зарплату у него почти миллион евро. Насыпали ему. Можете себе представить, в каком российском клубе ещё человек получает миллион евро и при этом сыграет раз в год? Так что, как говорится, кто-то поёт один раз в год сады цветут, а кто-то даёт Маслову сыграть один матч в сезоне и платить миллион евро. Я не знаю, но взяли бы меня тоже в команду. Вы знаете, я гарантирую, что я бы не хуже сыграл бы, чем Павел Маслов. Ну, это вообще, конечно, ребята, это клоунада на самом деле. Но как можно продлить с Павликом контракт? Причём там такой договор, там же Ерман Ткаченко, он такой типец интересный, да? Он там и в крыльях в советах руководствия, а сейчас он там агент, интересный товарищ, сумел развести руководство Спартака на продление контракта с Павликом Масловым. Да, и самое главное, Павликом Масловым там и факел интересовался, и другие некоторые клубы РПЛ. Но Павлик Маслов предан клубу Спартак. А знаете, почему он предан клубу Спартак? Потому что где он таких дураков ещё найдёт, которые ему платили миллион евро в год, при этом на матч с факелом его даже не заявили. То есть, человека даже на скамейку запасных не посадили, но платит ему миллион. Но Павел Маслов – это всё-таки легенда клуба, надо это признать. Он уже несколько сезонов в Спартаке сидит то на лавке, то на трибуне, и при этом получает миллион евро. Ладно, теперь ещё тот же Леон Классен. Вот зачем вы берёте футболиста, не упускаете его, да, дайте вы его в аренду. Но они берегут его, берегут, наверное, на кубок или на следующий сезон тоже берегут, скорее всего. Потому что всё-таки, ну, молодой такой, да, считается перспективным, как и Маслов. Поэтому не продают его никуда. Также вратарь, да, Илья Свинов. Илья Свинов – третий вратарь Спартака. Из факела он перешёл, да. Не играет, сыграл там, по-моему, две или три игры, понапропускал полную охапку и сидит на скамейке тоже. Зарплату получает достаточно неплохую. Но мне больше нравится ещё руководство Спартака, которое также терпит Гильермо Абаскаля. Они верят, что Абаскаль придёт в Спартак к чемпионству. Ну, хотя вы видели игру с факелом сегодня, да? И при этом руководство Спартака вообще по барабану. Какое место займёт Спартак? Первый ли он там займёт или шестнадцатое место? Самое главное, что помимо Павлика Маслова в Спартаке работает такой великий специалист, как Гильермо Абаскаль. У Гильермо Абаскаля своя неповторимая система работы, которая заключается в том, что лучшие футболисты и от наскамейки запасных, а худшие играют. Как вы считаете, кто лучше, Максименко или Серихов? Я думаю, что даже человек, который очень плохо разбирается в футболе, прекрасно понимает, что Александр Серихов на голову сильнее, как вратарь, чем Александр Максименко. Потому что Александр Максименко погонял у мешок. Его называют многие, даже болельщики Спартака, мешком. А мешком, потому что у него нет ни прыжка, нет ничего. Он вообще, в принципе, не знает, что такое выручать. Он не знает, что такое отбивать мячи, но при этом зарплаты его, говорят, около полутора миллионов евро. И у Спартака очень такое уникальное, очень щедрое руководство. Они таких интересных людей держат. Максименко, вратарь, ну, над ним вся страна смеется. Но, тем не менее, руководство не до смеха. Они всерьез воспринимают его, как будущее Спартака. И, тем не менее, он пока это не оправдывает, но руководство Спартака все равно надеется на него. Также оно надеется на Игнатова. Игнатов – это днарь, которому играть только в ФНЛ. Он уровне РПЛ не соответствует. Я даже в родной Воронежский факел бы Игнатова не взял. Нахер он там не нужен. Потому что у него нет ни техники, ни скорости, ничего. Но при этом Абаскаль видит его в основном составе. При этом Виктор Мозес, который играл за Челси, с Интером становился чемпионом Италии, он держит его на банке. Потому что в чемпионы Италии и Англии Абаскаль не верит. Зато в ноунейм Игнатова он верит и считает его одним из лучших игроков Спартака. Также, помимо всего прочего, Абаскаль, конечно, любит держать на лавке лучших футболистов. Литвинов и Джикия, я считаю, что это футболисты, которые заслуживают игры в основном составе. Но не у Абаскаля. У Абаскаля в основе будут играть Зобнин Никакущий, который привез второй угол с факелом. Также, помимо Зобнина, Дуарта, который проваливается в каждой игре практически. Но Абаскаль, если он поругался с кем-то, то пиши пропало тот, кто поругался с Абаскалем, он больше на поле не выходит или выходит как Джикия на 10-15 минут. Вот еще одна уникальная черта руководства Спартака. Это так называемые терпилы. Это терпилы, которые вытерпят все, как и бумага. они терпят множество классных специалистов. Команду профессионалов в лице Реброва, Абаскаля и его помощников и также некоторых футболистов, которые не выходят на поле, но при этом получают очень хорошие деньги. Вот, честно говоря, это, наверное, мечта каждого попасть в Спартак в любой роли, даже в роли уборщика, потому что платят там хорошо, а за работу особо не спрашивают. Я не удивлюсь, если Абаскаль останется еще и на следующий год в Спартаке. Но мы в целом поживем, увидим, что будет дальше. Ну, а пока всем, ребятки, я желаю всего наилучшего. Спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока. Я доказал, что руководство Спартака уникальное. Еще не сказал про Угальде. Они купили его за 14 миллионов евро, а он даже поворотом пробить не может. Ну, ничего страшного, в принципе, у Лукойла денег много, поэтому я думаю, что они сильно не расстроятся. И, в принципе, им не важно, какое место займет Спартак. Первое или последнее.